Мы продолжаем нашу учебу «Короткий путь в тайне», начиная с 18 главы, мы уже находимся в 20 главе. Пошлого урока мы начали учиться 20 страницам и объяснили продолжительную идею «Короткий путь», который говорит о том, что еврей готов пожертвовать собой ради своего еврейства. Если он правильно воспитан, он готов пожертвовать собой ради не разлучиться с Богом. Если он правильно воспитанный, то есть он не может отрицать его связь с Богом. Если он плохо воспитан, не по-еврейскому, у него будут другие принципы, которые он с ними не может попрошаться. Не может. В отличие от других людей. И Таня говорит нам, Ребя говорит нам в книге Таня, теперь, если мы бы могли убедить себе, что каждая заповедь, которую мы будем, не дай Бог, нарушать, это равно с идолопоклонничества, то вроде бы покончили проблемы в жизни. Мы перестанем быть грешниками. Потому что любой грех, который мы будем пытаться наступить, что будет? У нас колокола начнут кричать, идолопоклонничество, ты расколешься с Богом, ты расколешься с Божественной Душой. Невозможно. И мы перестанем грешить. А в чем проблема? Проблема, что мы так не считаем. Мы по правде не считаем. Это не что, мы не чувствуем. Мы так не считаем. Мы не считаем, что сплетничать равно креститься. Мы так не считаем. Мы не считаем, что нарушая субботу, я вот сейчас пошел и кричал, Бог нет. Неравно. Потому что там, ну, хотелось. Сильно было искушение. Людей вокруг меня говорили, я тоже что-то наговорил. Я несознательно это делал. Или нарушая субботу, ну, привычка, воспитание. Вот не позволяло нам. Я хотел, я хотел отвечать на сразу нападение вашей логикой внутри себя. Да ты не говори глупости. Я же родился в советской семье. Ну, я так привык, что тебе не вручешь голову. Нет. Можешь меняться, ты же стал патриот Украины. Не смотря, что был советской душа. Так можешь. Можешь. Можешь стать правильным евреем. Можешь. Не хочется. А почему не хочется? Ты не чувствуешь, что это противоположено твоей личной идентичности, как еврей. Ты считаешь, что я еврей все равно, а это добавится в жизни. А мне не хочется добавиться. Я должен все добавить? Не хочу. Вот именно вот здесь и проблема. Поэтому нам нужно объяснить, почему так невозможно. Как мы можем объяснить через несколько базовых убеждений и пониманий. первое, что Бог один, что он единственный, и третье, что мир с его появлением, со всеми прилагающиеся к этому миру, не только космос. Космос это вообще ерунда. А верхних миров, духовных миров, высших миров, энцов, всяких разных корон и кетеры, все этого не менялся ничего и Всевышний остался таким же, как до. То есть появление этих всего не добавилось и не менялось его единства. Почему вот этих трех базовых убеждений помогут нам чувствовать, что сплетничать это равно идоле поклонничества? Равно. Как это поможет нам? Это поможет нам потому, что если я нахожусь сам себе и в себе, в комнате, и никто меня не видит, я делаю, что хочу. А если находится рядом со мной очень-очень-очень великий или важный человек для меня, человек, который от него зависит в моей жизни, то я совершенно по-другому веду себя. или вообще ничего не разрешаю себе, кроме того, что я вынужден делать. Поэтому если я смогу убедить себе о единстве Всевышнего, о его единственности, и кроме него ничего больше нет, не просто он один и другой нет, а он единственный, и третье, что все, что есть у нас, все равно не менялось, по сути, он остался такой же один, то я пойму, что все, что есть вокруг меня, включая моя жизнь и мое дыхание, это он. Поэтому любое движение, которое я делаю, это уже нарушая единство Всевышнему. Конечно же, если я нарушаю его запретов. Теперь надо вернуться обратно к пониманию. Какое понимание? Понимание, начальное понимание, первое убеждение, которое мы должны начинать понимать, это как Всевышнему не менялся вообще с того, что он сотворил себе. Давай расчерим вопрос. Перед тем, что Всевышнему сотворил мир, была Криворожская Сына Бога? Ну нет, сейчас есть Криворожская Сына Бога. Есть. Есть же. То есть, и самое главное, до того, что сотворил самим Мендель, жил, существовал Мендель, а сейчас Мендель есть. И это главное. То есть, если Мендель сейчас есть, а он не был, так как можно сказать, что ничего не менялся. Очень много поменялся. До того не был Мендель, а сейчас есть его. До того не была агрессия. Сегодня есть. До того не была синагога, а сейчас есть. Как можно сказать, как такого можно вообще сказать, что ничего не менялся. И вот это мы и начинаем понять. Големошел, это находится в 125-й странице вверху. Нет. 124-я страница на русского язычный перевод в начало перевода. Как в душах человека. Големошел, кмой бен нафеша одом. Например, как в душах человека. Когда я наболтал что-нибудь. Сказал. Слово сказал. А. Сказал. Что я сказал. Это ничего. Почему это ничего? Почему мой вот выражение слова А не считается ничего? У меня ничего. Кто-то есть предложение? Почему ничего? Я говорил, а. Это значительное значительное вражение в моей жизни. Почему? А если бы было смысл, когда сказал сын мой, тогда есть смысл. Это что-то значительное в моей жизни. Сыну приятно? Приятно ему, какая разница? Это важно в жизни? Если мой смысл есть, ему удивление, любое слово, это есть смысл. Хорошо. Я сегодня что-то говорил. Что-то... А? Мир не поменялся в том, что вы сказали. То есть не только мир, я говорю, внутри меня. Тоже ничего. То есть я могу говорить с время появления моего речи до времени моих прекращений говорить ну миллиардные слов. Я не знаю сколько. Наверное, у ученых, есть какие-то скучные ученые, которые, им было очень скучно, что они мерили сколько время и сколько слов человек может говорить без жизни. Допустим, скажем миллиард. А я говорил одно слово. Одно слово. Пять слов. Что это в сравнении моих набор слов в жизни? Да ничего оно, ничего. Оно незначительное. то есть поэтому мы говорим, когда кто-то обижается над нами, что мы говорим ему, как мы утешим его. Да не обращай внимания, я наговорился. Он говорит, что я наговорился? Я же чувствовал это. Да я наговорился, я даже не думал об этом. Просто наговорился. Просто наговорился. когда я говорю что-то, сколько слов я говорил себе не в слух? Очень много больше, чем в слух. Сколько раз? Ну, 10 раз больше. Я говорю внутри себя и себя многократно больше, чем я говорю физически. Это мысли. Нет, это не мысли. Мысли это другой чуть-чуть. Сейчас мы дойдем к этому. То есть первое это я говорю с собой намного больше, чем выражаю это в слух. Намного больше. Тогда давай пошли еще один этаж выше. Я наговорил слово сын мой. Он слышал. Вот приятно как бы как говорилось. Но для меня какое значение это количество слов в жизни? Да вообще никакое. А для количества слов, которые есть, которые я воспользуюсь в себе, для себя, это вообще не значительное. Вообще ничего. То есть не важно какая реакция была на моих словах. Вопрос какая какая какой вес этих слов держит в моем жизни? Ну очень мало. Очень мало. А когда я поднимаюсь еще один этаж в моих мыслях? То есть почему я говорю что есть речь внутри себя не вслух, а есть мысли у речь есть определенное качество качество вложения моих внутренних мир из качества вложения например когда я очень очень волнуюсь меня очень тяжело подбивать слова когда я уже подбираю слов это означает что я как будто бы отложил или охладил мои наполения чувств и переводил их определенная обработка внутри моего внутреннего состава душа как их передать как их объяснить то есть когда я говорю в эту речь заложено очень мало моих чувств и моих понимания крайне мало столько сколько я могу передать слов если у меня есть наполнение чувств я их не говорю я могу обнимать человека плачет кричать орать смеяться но я не могу передать это словам не могу для того что я передам это словам я должен в себе проводить в себе определенный процесс отдаление чувств и передать информацию то есть речь это уже передача информации иногда я передаю информацию игр иногда я передаю информацию себя например когда я хочу объяснить себе мои чувства я успокаиваю себя и начинаю выговаривать себе что произошло со мной поэтому я называю это речь не мысли речь мысли это еще состояние которое наполение наполение чувств есть и я кручу внутри себе словами я складываю словами как это себе почувствовать не как объяснить а как это себе почувствовать то есть мысли она внутри меня она направлена в мне речь направлен вне меня внаружи снаружи речь это передать смысл это понять себе это внутри то есть мы если вы почувствуете когда у вас есть какие-то процесс когда вы говорите объясняя себе или объясняя другими или когда вы просто внутри себе замыкаетесь и как будто бы внутри себе копаетесь и тогда это мысли вот тогда это мысли хорошо понятно да можно молча избить чтобы не обидеть словами да ну уже вопрос это вот так разделяется маршава и дебу да на русском мысль это все хоть не знаю если это все я думаю что большинство большинство случаев людей просто не думают поэтому они не замечают нет людей о своих жизни мало что думают нет вы еще раз не поняли меня вы меня еще раз не поняли мэнди мэнди я объясню людей не пытаются глубже понять чем они привыкли смотреть для того что человек начнет глубже смотреть он должен сталкиваться вопросом такое устройство например вот мы начали с патриотизм давай поговорим по патриотизму когда начала война что произошло у самой 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 новой которые были за переговоры что произошло у них 24 февраля что произошло нет что Россия поставила перед всем нам левый правый вопрос что это такое что что это такое что это за поведение и тогда мы нашли в себе иного ответа вопрос этих ответов были уже известны тем или другими людьми ну наверное когда почему не все это поняли с самого начала не возникла необходимости задавать вопросы то есть острое ощущение вопросом не было это была случайность ну не важно важно в том что объясниться было возможно а теперь невозможно объясниться только задавать вопрос и только получить уже ответ то же самое когда мы просто живем как живем мы говорим мы мыслаем нам говорили что есть такое слово речь ну и речь это речь болтать а мысли это значит думать и мы решили что речь это болтать а мысли это думать нет просто не было необходимости об этом думать копать и понять то есть поэтому спрашивая вы если так на иврите это так наверное по-русски просто надо понять что такое реально в жизни речь какая у него функция речь какая функция у речи того что кто-то называет речь мыслой не означает что это мыслой означает что он просто назвал это неправильно то есть когда ты называешь речь любого которой я не выговариваю ну можно так сказать но правильно оно нет речь это передача передача контактировать между мной наружу иногда я наружу иногда я мой восприятие она отделена от меня и меня нужно себе передать передать информацию выговаривать себе объяснить себе это тоже речь какая разница если я болтаю это языком или не болтаю это языком в чем разница это не мысли речь совпадает нет мысли речь не совпадает потому у них потому что у них совершенно другой цель мысл это когда я нахожусь глубоко в моих чувствах или моих пониманиях у меня еще не формировали словами речь просто разложивает этих пониманий или чувств уже в определенной виде слов мысл в отличие от чувства чувства или 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 самой корень вот понимание они без слов разложить это в словам это работа это работа которая идет в мысль слова которые переданы другим я не могу если передам его прямо от слов от от моих мыслей это будет очень запутанно мне нужно обрабатывать это это называется обрабатывать передачи речи иначе тоже будет запутанно да то есть мыслы это тот близкий часть который находится у меня внутри как это выражается очень сильно речь перекрашается когда не надо не надо речь он не говорит ни себе ни другим мысл всегда есть она присутствует о чем она думает что попало что попало он чувствует словами о чем он думает нет там есть слова без сомнения там есть буквы но это мыслы это совершенно другой вид слова другой вид буквы другой но например доказательство к этому хорошо на каком языке мы понимаем без язык а на какой какой язык мы думаем на разных языках думает ты на разных ты на едешь что ли мы с вами сейчас на русском вы думаете на русском я думаю ты какой язык ты думаешь какой какой язык ты думаешь сейчас Сейчас на русском. А ночью? На чём? Турецкий? Нет, на русском. На русском. А когда ты чувствуешь? Какой язык ты чувствуешь? Чувствую не язык. О, вот именно, не язык. Это совсем другое. Вот именно, не язык, правильно. То есть мысли уже есть слова, поэтому мы мыслим языком, язык, который мы говорим, который мы знаем, который мы живём, не важно как. Я могу думать русском, а потом подумать на иврец. Но я не думаю на польский или на арабский. Ну, я не знаю это слово. Но чувства я без слов. Я без языка чувствую. Когда я передаю это уже словами, это уже мысли. Или речь. Или ниже ещё. Вернёмся обратно к нашей теме. Если я говорил, сын мой, ему было приятно, не важно, для него это вес жизни. Для него это вес жизни. Для меня это что? Я говорил два слова. А у меня миллиард. Это вообще ничего. В моем внутреннем мире речь, которую я не выговариваю, там, наверное, пять миллиард слов. Это вообще ничего. Для моей мысли, слова, которые есть в мысли. В чём это? Вообще ничего. Я не знаю сколько. Мир, сто миллиардов, наверное, слов. Не знаю сколько. А для моих чувств, для моих чувств и слова нет. Это не что есть слов, которые занимаются какое-то существование. Для чувств нет вообще слов. То есть её вообще нет. Это как будто бы никогда не сказали. Вообще нет. А для моих чувств, это при чём тут слова. Ты сказал, не сказал. То есть не было никогда. Читаем это внутри. А для моих чувств. Его душа Которая способна габарит Ше יכול Ледебер дибурием, ин кец Сколько ему габарит, сколько хочу Векол шкан Легабей плевуша пневмий Шея шов Нутрене ию, аддияня Шеу амахшово Мисо, ше мемену Немшеку аддибурием, каторе Атнию бихудет вапширичей Веихаюсон Айна их душа Ваен царик ломар Легабей маус, ватсмуса, нефес И конечно же, когда Мегабарим, какая маста Занимайеца, вот этих слава Катау я габарил, перед Самой душой Вапширис ловни Вапширни занимайеца ничьиму Шеенесу Пхинеса аналхабад, шеенес Шеенесу, ойисес махшово зоом Бешес бедибурием Ше медабир, кемахшово И гамки бхинеса айсес, кемо аддибурием Вапширни занимайца вадакес и айсеса Абвелеса бхинес хабад Айнчэр шумокер амахшово Ваен бам апфилу бхинес айсес Адайм, критим шеенесла бшус блевуша Ахшово Тоис Ну, как мы, как мы говорим Будем продолжать Лямашан Например Чанаи фэлэс эзой агаво в хэмдобилибой У меня Прямо наполняло внутри меня чувство Чувство счастья, что у меня есть ребенок Я его очень люблю Меня это наполняло полностью Вот это чувство наполняло так сильно Что у меня Вот весь моем чувство Весь моем жизни концентрировало На это чувство Кода мшоилема Маалеву лямоиах Лехасев у леагербоу Айн бабхинес айсес эсэс адтайн Аббэээто сэстаяня Кэкта јан афалнийо и чуть Уммениас лава про юридатния Субтитры делал DimaTorzok Конечно же, если это чувство еще не почувствовало, а только я начал наполнять в себе восприятие, что этот сын для меня значит в моем голове, там еще чувства нет. Чувство, это хоть какой-то шаг в сторону наружи, между мной и еще кого-то. А когда я нахожусь в моем мисле, в моем ум, там даже это нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как значительный этот ребенок у меня, эта ситуация у меня, как она важна для меня. После того, что я это понял, сердце было столько желания быть с этого вишня. Объединяться, быть рядом, не отходить, добивать, получить. Еще слов нет. Потом мысли подключаются. Что ты, что ты, давай, давай подумаем, давай подумаем, что ты, что ты чувствуешь. Что ты чувствуешь. Потихоньку охлаждается чувство и начинается появляться уже объяснение себе, что я хочу, что я чувствую. После того, что я охлаждался, я уже себе понял. Я начинаю выговаривать это себе. Значит, я хочу это и это и это. Мне нужно делать это и это и это. И нужно идти туда и туда и туда и туда. А потом, в конечном итоге, я встречаю посторонний человек, который знаком, через знаком, через знаком для этого цель. Я говорю, ты знаешь, я хочу машину. То есть, этот человек знает что? Что я хочу машину. А я зачем хочу машину? Доехать туда. Открывать там какую-то дверь. Отсюда взять что-то. Ехать еще куда-то. И там что-то получит через этого. А это слово, дай мне машину. В сравнении с любовью моего сына. Какое сравнение между них? В общем, ничего. В первой главе теперь объяснит мне, Вот как вы считаете, вообще, вы этот, мы, как вы в свете вообще думаете, что вы в чем-то занимает Иисусу Всевышнему? Вы всего лишь речь. Всего лишь вся вы – это речь. Это ни о чем. Вообще незначительное существо мое. Хорошего вечера. Спасибо.